Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы находимся в Краснодарском крае, я сегодня нахожусь в отпуске, и мы решили съездить на эту речку, половить на донную снасть, на поплавковую снасть, попробуем на кукурузу, на хлеб, на хлеб там плюет, мы уже пробовали, ездили на разведку, и сегодня мы с моим племянником с утра пораньше вырвались, в 4 утра встали, в 5 поехали, Ну и ехать в принципе здесь от выселок, недалеко, 12 километров всего, сегодня мы попробуем половить подлещиков, там водится и сазан, есть мелкий сазан, есть и крупный, ну а пока мы едем на рыбалку, я немного вам расскажу историю про Краснодарский край Краснодар это административный центр Краснодарского края, признанной всероссийской здравницей, так что по развитию туризма Краснодар точно может претендовать на лидирующие позиции в целом по стране, кроме того, здесь сосредоточено множество исторических объектов времен царской России, а также уникальные памятники природы Кроме того, с недавних пор Краснодар стал еще и центром делового туризма, и самым аргументов в пользу туристической привлекательности Краснодара является само его географическое положение Отсюда легко добраться до любого из городов Черноморского побережья Происхождение и история основания Краснодара кроется в самом его названии Территория от реки Кубань до Азовского моря и от устья Лабы до Ейска, на котором позже возник город, была дарована Черноморскому казачьему войску Екатерины II в 1792 году А уже в 1793 году казаки основывают здесь поселение, которое называют в память об этом подарки императрицы Екатерины Адар Дальнейшее развитие Екатерины Адара шло по довольно обычному сценарию, спокойно и размеренно Здесь появлялись первые каменные строения, шло неспешное строительство каких-никаких но объектов инфраструктуры Это неторопливое течение жизни резко увеличило свои темпы после создания железной дороги Тихорец-Екатеринодар-Новороссийск Когда началось стремительное экономическое развитие города, в один момент он стал крупным торговым центром южной части Российской империи, связующим звеном между Кавказом и центральной частью страны Из-за своего выгодного стратегического положения и довольно благополучного экономического развития после революции Екатеринодар становится одним из эпицентров противоборства белых и красных С февраля 1917 года он в буквальном смысле несколько раз переходил из рук одной силы к другой Так продолжалось вплоть до марта 1920 года, пока Красная Армия не разгромила войско генерала Деникина После этого в городе была установлена советская власть, которая окрасила его, как и все в стране, в красный цвет Екатеринодар был переименован в Краснодар Ну а теперь вернемся к нашей рыбалке Субтитры подогнал «Симон» Добрались мы сегодня до места бузинка, забрались в камыши, здесь такое место уже прорубленное, место кто-то прорубил в камышах И сегодня мы будем ловить пока что на поплавковую снасть, если что, мы потом перейдем на отдонную снасть Только что на моих глазах я видел, как рыба сделала свечку Ну что, начнем рыбалку? Да, начнем рыбачить Сегодня будем применять хлеб, червей мы сегодня не накопали и не купили, так как у нас времени не было Ну и сегодня будем классический ловить, то есть это хлеб, мочишь его в воде, делаешь такое вот тесто Делаешь такой вот шарик И цепляем на крючок Это классический вариант, ну прям как в детстве раньше ловили Единственный минус это, когда долго в воде находится на крючке вот этот хлеб Он растворяется и как бы надо постоянно проверять, есть ли там на крючке у нас хлеб Вот таким вот образом Сегодня у нас еще будет работать прикормка Я купил вот такую вот прикормку, называется прикормка серия профессионала Она чесночная, сегодня его будем также применять и дать в воду для приманивого рыбы Хлеб тоже будет работать Редактор субтитров А.Семкин Прошло уже более пяти запросов И мы так и не поймали рыбу Три раза она сошла Поймали черепаху Вот она Блин, за лапу поймал черепаху Отдалил ее? И приблизил и отдалил Бедная черепаха Вот так вот, видно, на кукурузу поймали черепаху, бедная Блин, она не умрет ведь, да? Мы же ей руку фактически проткнули Бедная черепаха Нам надо было ловить рыбу, а не черепаху Что ты тут делаешь? Вот это сегодня улов Сегодня поймал черепаху на кукурузу Это первый раз в моей жизни Это просто случайность Ее слегка задели за лапу и крючком зацепили за лапу Вот такая вот речная черепашка Небольшая Но мы ее отпустим Она нам не нужна Но это просто вообще Это очень редкость Очень большая редкость Такую черепаху поймать на удочку Сошла Сошел сейчас какой-то крупный экземпляр Ну и приходится слишком часто менять хлеб Так как он в воде растворяется Если любая маленькая поклевка И все, ее с крючка уже снимают сразу Опять черепаху поймали Опять черепашку поймали Вторая черепаха за сегодня Или это одна и та же Нет, это другая уже Мне кажется, когда мы поймаем пятую черепаху Будем уже из них делать еду Черепаши с собой будем делать Вторая черепаха Но в этот раз она сегодня у нас поймалась Прям за губу Что-то у нас сегодня не рыбалка получается А черепаша какая-то рыбалка Я теперь не знаю, что делать Как вытаскивать ее В прошлый раз зацепилась за ногу А в этот раз за рот Нам черепаха доставила Очень большие неудобства Мы ее поймали за губу А она не хочет отдавать крючок Редактор субтитров А.Семкин Спустя два с половиной часа Вот такой вот экземпляр у нас попался на хлеб До этого поймали две черепахи А вот сейчас вот такой вот сазанчик Небольшой грамм пятьсот где-то Но мы его отпустим Пускай живет Да, видно Вот в этот раз попался на хлеб У нас небольшой подлещик Ну и как всегда мы ее отпустим О, маленький Вот такой вот маленький сегодня у нас Третий поймался Совсем Совсем небольшой На хлеб так же На хлеб хорошо идет Но его приходится Этот хлеб часто менять И мы его отпускаем О, есть О, в этот раз у нас Поймался чебак На удочку мы сегодня немножко половили А сейчас я вот закинул донку Будем сейчас ловить на кукурузу На сегодняшний день мы закончили нашу рыбалку Значит у нас итог в принципе небольшой Но приятный был От нуля ушли Так сказать Поймали две черепахи На кукурузу И поймали четыре небольших рыбехи На хлеб В основном шло на удочку На донку пробовали Ну, на донку ничего не хлевало Тоже на кукурузу Вот Значит сейчас уже Десять часов утра Уже становится жарко Так как мы находимся в Краснодарском крае Здесь очень жарко Особенную проблему нам доставила вторая черепаха Которая зацепилась своей губой за крючок Да, и мне пришлось, конечно, немножко повозиться Откусить крючок Так просто из пасти черепахи крючок не вытащить Надеюсь, вам видео это понравилось Вы были на канале Рыб-Охотник И с вами был Андрей И Тимофеевич Ну и всем счастливо, пока До следующей рыбалки Всем ни хвоста и ни чешуи Счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok